В нашу редакцию обратились жители частных домов на пересечении улиц Бебеля и Трудолюбия. Жители беспокоят обстановка вокруг. К соседнему дому в эти тревожные дни самоизоляции постоянно приезжают машины. Оттуда выходят неизвестные и якобы покупают мясо. Мало того, нам сообщили, что в этом доме номер 35 по улице Бебеля прописано около 50 человек. Все приезжие из Таджикистана. Мы приехали к дому в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Граждане Таджикистана проживают здесь очень крупная регистрация, порядка 50 человек. Антисанитарные условия, постоянно кровь протекает грязь. Обращаемся в департамент дорожного хозяйства, в отдел благоустройства центрального района. Вот единственное, кто нам помогли в том году, это отдел благоустройства центрального района. Хотя бы здесь чисто стало. Откуда данные, что здесь около 50 иностранцев? У нас есть ответ с администрацией города Дверья. Это регистрация, 50 человек. В этом доме? Да. Скажите, правда, что у вас 50 человек здесь проживает, зарегистрировано? Здесь 100 человек живут. Они разные хозяева. Вас спрашивают серьезно? Серьезно, 100 человек. Они разные хозяева. В завершении нашего разговора мужчина, представившийся Андреем, сказал, что плохо понимает по-русски. Ну так. По-русски плохо. По-русски плохо? Да, переводчик. Переводчик. Все понятно. Рядом с этим домом стоит фургон, на котором написан сотовый телефон. В фургоне мясные туши. Мясо, говорят соседи, разделывается в этом же доме, где, внимание, живут 25 детей и подростков, 18 женщин и более 20 мужчин. Эти цифры приводятся в письме обращений в Генеральную прокуратуру России. Таких жалоб написано много в различные инстанции. Но жизнь в доме идет, как и прежде. Сейчас вирус, все должны самоизолироваться, сидеть дома. А у нас здесь проходной двор постоянно, машина за машиной подъезжает. Ну, машина за машиной. Вот дополнительное поключение самовольного седения по поводу снабжения. Санитарно-эпидемические нарушения тоже связаны со сливами установленных граждан данного дома в ливневую канализацию бытовых отходов. Людей волнует незаконная торговля и то, что проживающие здесь дети часто бесконтрольно выбегают на дорогу и могут погибнуть. В полиции по всей этой информации проводится проверка. Нам сказали, что по ее окончании будет принято процессуальное решение. Какое? Сообщим.